Всем добрый день! Мы начинаем наш сегодняшний вебинар о особенности зимнего ухода, эффективный зимний уход. Меня зовут Александра Ирлова, я бренд-менеджер косметических брендов BB Laboratories и GHC Placental Cosmetic в корпорации РАНА. Занимаюсь этой косметикой уже три года и сегодня хочу продолжить наш разговор, который мы начали до Нового года, об особенностях зимнего ухода и поделиться своим видением, своим опытом. Пожалуйста, напишите, слышно ли вам и видно ли меня, все ли хорошо со связью, и мы начинаем. Итак, зима. Зима продолжается, да, и, как и каждый сезон, она накладывает определенные требования к особенностям нашего ухода и к подбору, грамотному подбору косметических средств. Чем, собственно, обуславливаются факторы, которые обуславливают особенности зимнего ухода? Мы все понимаем, да, что в любом случае наша кожа в этот период особенно подвержена перепадам температур. С одной стороны, на улице погода холодная, ветреная, как правило, сухой, холодный воздух. При этом мы приходим в помещение, которое хорошо отапливается тоже из-за отопления. Повышенная сухость воздуха имеет место быть. Плюс еще, по крайней мере, в Москве у нас такая очень интересная, странная зима, которая сама по себе тоже вот в этот сезон характеризуется таким перепадом температур, которым коже достаточно трудно адаптироваться. Это первый фактор, который на нас влияет. И плюс, да, сухость повсеместного воздуха, которое тоже плохо действует на нашу кожу. И все это ведет к тому, что, во-первых, утолщается роговой слой. И вопрос, нужно ли вообще зимой увлажнять кожу, либо, как пишется в большинстве источников, в том числе и непрофессиональных, а для конечного потребителя, нужно ли увлажнять кожу, думать об увлажненности кожи зимой. Потому что подавляющее большинство советов обычно говорит о том, что, наоборот, нужно больше применять питательные крема, более плотные. Это только отчасти правда. Мы должны обязательно думать об увлажнении кожи в зимний период. Наша главная задача – предотвратить трансэпидермальную потерю влаги из кожи. И тут ключевой момент – это защита и сохранение и восстановление барьерных функций кожи, восстановление гидролипидной мантии, липидного барьера. И поэтому на первое место выходят такие элементы, компоненты, как физиологические липиды, собственно, составляющие липидного барьера физиологически, естественные. Это церамиды или керамиды – это одно и то же, церебразиды, жирные кислоты, источником которых являются натуральные масла, а также такой элемент, как холестерол. В целом, на гидротацию кожи зимой, и не только зимой, да, в целом влияет количество выпитой воды, поэтому во все сезонные зимы тоже необходимо, в том числе для сохранения прекрасного вида кожи, хорошего вида кожи, здорового состояния кожи, соблюдать питьевой режим, начиная с утра регулярно пить воду в течение дня. Второй фактор – это состояние лимфатической системы, состояние микроциркуляции крови в коже, поэтому будут актуальны средства, которые воздействуют положительно на данный момент. И, как еще раз повторю, да, нужны компоненты для сохранения и укрепления гидролипидной мантии, липиды, кератин, керамиды, все те компоненты, которые помогают нам замедлить, прекратить трансэпидермальную потерю воды. Итак, еще раз, основные моменты, о которых, как я считаю, необходимо думать зимой, да, при выборе, при подборе косметических средств клиентам и пациентам, это, во-первых, средства, которые помогут нам предотвратить излишнее утолщение рогового слоя, помочь нормальной регенерации движению кератиноцитов. И второе – это барьерные функции кожи, которые, укрепление барьерных функций кожи, что нам позволит сократить трансэпидермальную влагу, потерю влаги. Все это значительно поможет сохранить нам здоровый вид кожи в такой нелегкий линиевый период, как зима. Кратко о брендах косметики, средства из которых мы рекомендуем. Я сегодня буду рассказывать о двух марках. Это марка GHC Placental Cosmetic и марка BB Laboratories. Обе марки родом из Японии. Мы с ними работаем, корпорация рано с ними работает с момента своего создания, уже без малого 20 лет. И обе эти марки так или иначе связаны с нашим главным партнером. Это компания Japan Bio Products. Это абсолютный лидер на рынке плацентарных препаратов, пионер в создании, разработке и развитии плацентарных продуктов. ведет свою деятельность с 1954 года и сосредоточена исключительно на изучении, разработке и производстве препаратов из плаценты. Компания имеет свой собственный научно-исследовательский институт. Ее продукты достижения отмечены международными наградами. Продукция производится по фармацевтическим стандартам. Также это производство, поскольку главный препарат компании LENEC по определенным заболеваниям входит в страховую медицину Японии, соответственно, производство очень строго и внимательно контролируется государством. И марка GHC непосредственно производится компанией Japan Bio Products. Компания и марка BB Laboratories являются аффилированной компанией. И почему это важно? Потому что обе эти марки при производстве продуктов обеих этих марок используются экстракт плаценты, получены уникальным запатентованным методом молекулярного фракционирования. Это сложный инновационный метод, который, к примеру, в России не применяется, потому что еще нет таких технологий, к сожалению, в нашей стране. Обе марки производятся по тому же методу, которым производится фармацевтический препарат LENEC, который, как вы знаете, является единственным в мире плацентарным препаратом, который можно вводить внутрь вены. И сам этот факт говорит о том, что препарат является препаратом самой высокой степени очистки, он является максимально безопасным. Кроме того, нам нужно обеспечить не только безопасность препарата, но и его эффективность, которая определяется его составом. То есть решаются две в чем-то частично противоположные задачи. Нам необходимо исключить из изначального плацентарного сырья все то, что все те компоненты, которые там не должны быть в конечном продукте, которые могут быть вредны, как-то гормоны, высокомолекулярные белки, любые какие-то вирусы или аллергены. И, с другой стороны, нам нужно сохранить те компоненты в нужном количестве и в нужной изначальной пропорции, которые и делают плаценту таким ценным и незаменимым поистине компонентом, который полезен в частности для нашего кожи. И производственный процесс гидролизата плаценты компании GBP уникальный, сложен. На данном слайде приведено сравнение с другой компанией с производством экстракта плаценты. Мы видим, что компания GBP, ее производственный процесс включает гораздо больше этапов. И это позволяет, как я уже сказала, не только обеспечить абсолютную безопасность препарата, но и сохранить его богатый состав. Итак, собственно, суть метода молекулярного фракционирования это, по сути, система молекулярных СИД, которая позволяет... Это многоступенчатая молекулярная очистка плаценты от гормонов и аллергенов и выделение из нее ценных биологически активных веществ, которые мы можем назвать факторами молодости. Что это за вещества? В первую очередь, это активные центры факторов роста и цитокины. Если мы говорим о коже и о компонентах, которые ценны именно для косметического средства, для топического применения, это эпидермальный фактор роста, фактор роста фибробластов, также сюда можно отнести и фактор роста нервов, фактор роста сосудистого эндотелия, также ценными в составе являются низкомолекулярные пептиды, плаценты содержат 18 аминокислот, витамины, нуклеиновые кислоты, минералы и энзимы. То есть поистине трудно найти похожий ингредиент косметический, который бы мог похвастаться таким богатым и уникальным, полезным для кожи составом. Экстракт плаценты, экстракт у плаценты розни, опять еще раз повторю, что метод определяет эффективность гидролизата плаценты, произведенного компанией Japan Bioproducts, также компанией Bioproducts, которая производит экстракт плаценты тем же способом. Мы видим, что гидролизата плаценты, тут приведено сравнение гидролизата плаценты без факторов роста и с гидролизатой плаценты, который имеет в своем составе активные центры факторов роста. Через 96 часов после нанесения такого продукта во втором случае количество клеток новых образовавшихся в 9 раз больше. То есть пролиферация клеток обеспечивается без прецедента высокая по сравнению с конкурентами. Еще раз, какие факторы роста нам помогают в этом? Эпидермальный фактор роста, который отвечает за метаболизм эпителиальных клеток, а также нормализует функцию меланоцитов. Фактор роста фибробластов, фибробласты дермальной клетки, которые отвечают за выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Фактор роста сосудов. И если мы говорим о зимнем периоде, то это также особенно актуально. При перепадах температур наши сосуды не нуждаются в помощи, нуждаются в дополнительном укреплении. И тут очень актуальна функция улучшения микроциркуляции и восстановления сосудистой стенки. И если мы говорим конкретно о линии, о марке GHC Плацентал Косметик, она отличается тем, что ее метод производства предполагает сохранение фактора роста макрофагов. И этот фактор роста отвечает за иммунитет кожи. Именно поэтому линейка GHC розовая особенно хороша для регенерации, для восстановления кожи, в том числе для реабилитации после травматичных процедур косметических. Как работает фактор роста в составе экстракта плаценты? Низкомолекулярные плацентарные факторы роста клеток передают импульс омоложения именно здоровой клетки кожи. Они нормализуют ее жизнедеятельность и запускают ее собственный естественный природный механизм активного самовосстановления и омоложения. И таким образом на практике это выражается в значительном антивзросном эффекте. На практике еще раз экстракт плаценты пять его основных свойств. Во-первых, он нормализует процессы в дермальном слое, активизирует функцию клеток, активизирует клеточное дыхание, улучшает обмен веществ, контролирует меланогенез. Я всегда говорю, что, может быть, это одна из тех больших причин, почему плацентарные продукты так популярны в Японии, потому что это соответствует их идеалу красоты, идеально ровный тон кожи, без каких-либо следов пигментных пятен. Плацента отлично работает с нормализацией меланогенеза, с предупреждением и с борьбой с гиперпигментацией. Плацента обладает свойством поддерживать оптимальный уровень увлажнения в коже, а также обладает антиоксидантным действием, защищает от свободных радикалов путем активации клеточного дыхания и путем активации фермента супероксид дисмутаз. И также выдающиеся свойства плаценты в сфере, в части регенерации, поэтому она очень популярна при применении, при подготовке и при реабилитации после травматичных эстетических процедур. Это также, можем сказать, особенно актуально зимой, потому что осень и зима, мы знаем, что это традиционно, сезон, в отличие от лета и весны, когда присутствует активное солнце, это традиционный сезон для проведения тех процедур, которые являются травматичными, как аппаратных, различные лазерные шлифовки, в лице лунной процедуры, так и различные пилинги различной степени, средние, глубинные пилинги. Все эти процедуры, которые мы не делаем в период активного солнца, это, как правило, очень эффективные процедуры, но они сопряжены часто с достаточно травматичным для кожи реабилитационным периодом, и их эффективность во многом также зависит от того, насколько грамотно мы вводим, мы готовим кожу к такому травматичному воздействию, и насколько мы помогаем коже справиться с этим воздействием, и в этом смысле плацентарные препараты обладают выдающимся действием благодаря своим регенеративным свойствам. Итак, подведем итог по касательно преимущества космецевтики GHC и BB Laboratories. Конечно, первое – это наличие уникального компонента, это экстракт плаценты. В марках отсутствуют синтетические одушки и красители, силиконы, нет агрессивных ПАВ. Технология, в том числе молекулярного фракционирования и другие технологии, которые применяются при производстве продуктов, обеспечивают их высокую биодоступность, то есть проникновение в более глубокие слои кожи, это высокая биосовместимость. Продукты не комедогенные, качество продуктов фармацевтическое. Чуть подробнее. Теперь рассмотрим каждую марку из этих двух и посмотрим, какие продукты из ассортимента каждой марки, особенно актуальны зимой. Марка GHC Плацентал Косметик. Это существует примерно 20 лет на рынке. Ее производит непосредственно компания Japan Bio Products на том же заводе, на котором производится препарат Лейнет. Еще раз скажу, что это фармацевтический препарат. А специализация линии именно подготовка и послепроцедурная реабилитация, регенерация и повышение иммунных и защитных функций кожи. Ассортимент марки не такой широкий, лаконичный, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Это марка Специалист. И также для этой марки характерны достаточно лаконичные рецептуры. Это имеет смысл, потому что при не таком длинном списке, как правило, активных компонентов, обеспечивается их высокая концентрация, с одной стороны, и правильная пропорция. И такие лаконичные рецептуры также имеют дополнительное преимущество. Они делают эту косметику приближенной к гипоаллергенной косметике. То есть из нашей практики уже за многие годы какие-то аллергические реакции, реакции, раздражения и так далее очень крайне редки, практически не встречаются. Напротив, наоборот, эти средства часто мы применяем, когда возникает какое-то раздражение, повышенная чувствительность любого генезиса. И вот из этой марки я бы хотела порекомендовать следующее средство, которые актуальны именно зимой. Мы говорили о том, что актуальна профилактика и предотвращение, и борьба с утолщением рогового слоя. То есть, в принципе, традиционная осень и зима это хороший период для отшелушивания кожи, отшелушивания отмерших клеток рогового слоя. Поэтому очень актуальное средство это мыло с гликолевой кислотой. Оно существует у нас в двух видах. Это 5% и 10% коробочки у них отличаются цветом. Белая коробочка – это 5%, черная – это 10%. Применяется 5 и 10% именно в содержании гликолевой кислоты. Ключевое сочетание этой позиции экстракт плацента плюс гликолевая кислота идеально действует, с одной стороны, как деликатное эксфолирующее действие, но на отличие при этом кожа травмируется при достижении хорошего результата. Она минимально травмируется и благодаря содержанию экстракта плаценты сохраняется, не нарушается ее pH-баланс. Это мыло также хорошо применять для кожи с постакна, а также с акне. Мыло содержит из других активных компонентов. Интересный компонент – это экстракт лимонграсса, который обладает положительным действием на аквапарины. Это те элементы клеток кожи, которые обеспечивают ее проницаемость и помогают активным компонентам проникать в более глубокие слои кожи. Также содержится витамин С. И вот, к примеру, такие примеры результата для кожи с тяжелым состоянием в хроническом акне. Это фотография непосредственно девушки, которая разработала данный продукт. История гласит, что она долго страдала тяжелой формой акне и не могла найти средства, которые могли бы решить ее проблему. И в результате она разработала такой продукт, который помог ей и теперь помогает и не только ей. И это средство актуально не только для таких тяжелых форм, но зимой оно очень актуально в качестве регулярного ухода 2-3 раза в неделю в зависимости от типа кожи. Для как раз того, что актуально зимой, для отшелушивания рогового слоя, для предупреждения его излишнего утолщения. Мыло производится холодной крафтовой технологией, которая обеспечивает сохранение активных веществ. Для более чувствительной кожи рекомендуется начинать с мыла с 5% гликолевой кислотой. Я знаю, что моя кожа достаточно плотная, она любит кислоты, кожа с постакне, поэтому я сразу применяю мыло 10% и 2-3 раза в неделю. И при этом никакого излишнего шелушения, которое бы доставляло мыло, мне дискомфорт не происходит. Мыло очень экономное. За счет того, что в комплекте у нас идет сеточка для вспенивания. Помещаем мыло внутрь сеточки, под водой взбиваем пену. Пена получается очень густая, в очень большом объеме. За счет этого использование мыло очень экономное. Именно на год ее хватает. И также еще такое замечание, очень хорошо работает также и для тела. Хотя это зима, мы часто меньше уделяем уходу за кожу тела в этот сезон, но тем не менее в идеале необходимо в этом уходе такой уход делать круглый год. В целом зима это не сезон лосьонов. Наша кожа хочет, как раз для сохранения наших барьерных свойств кожи, кожи хочется более плотных текстур, поэтому обычно лосьоны менее актуальны в этот период. Но тем не менее я бы хотела сказать о двух лосьонах, которые тем не менее актуальны применять зимой, как раз для того, чтобы сохранить влагу в коже. И текстура этих лосьонов, она не такая, лосьонов-концентратов, она не такая жидкая, она чуть более маслодлинистая, что делает их актуальными для зимы. Ну, конечно, все равно с применением затем других средств, более плотных кремов. Первый лосьон, о котором хочу сказать, это лосьон-концентрат ультравлажняющий из линии LNC, это тоже относится к марке GACC Plocentral Cosmetic. Данная линия характеризуется тем, что экстракт плаценты, во-первых, в этой линии, это экстракт плаценты лошади хакайской породы. Если сравнивать это с другими экстрактами плаценты, экстракт плаценты лошади характеризуется более высоким содержанием аминокислот, то есть это такое аминокислотное питание. Мы знаем, что натурально увлажняющий фактор кожи, он на 48-50% состоит из аминокислот, поэтому для сохранения барьерных функций кожи и естественной гидротации кожи, для сохранения естественно увлажняющего фактора НМФ в оптимальном состоянии, содержание аминокислот очень нам может помочь. Также линия ЛНСИ характеризуется тем, что она содержит инновационные формы витамина С. Инновационность в данном случае происходит благодаря тому, что были получены производные витамины С, это соединение витамина С с глицерилом, в результате чего витамин С в добавлении к его традиционным качествам, как то регуляция меланогенеза, антиоксидантная активность, в данных соединениях витамин С получает такие новые качества, как увлажнение, опять-таки то, что нам сейчас актуально, и противовоспалительные свойства. Лосьон, текстура его, как я уже сказала, почему я, несмотря на то, что это лосьон, рекомендую его, не видно, она не такая жидкая, она более маслянистая, чем мы привыкли иметь в лосьонах, и я обращаю внимание, что это не просто лосьон, это лосьон-концентрат, по своему действию, это ни в коем случае необычный тоник, он оказывает более интенсивное действие, в чем-то сравнимое с действиями сыворотки, и конкретно в данном лосьоне, помимо тех компонентов, которые я назвала, имеются компоненты, которые обеспечивают повышенное интенсивное глубокое увлажнение. В частности, не только в лосьоне присутствует гиалуроновая кислота, но и такой интересный компонент, как полиглютаминовая кислота, этот компонент встречается, мы видели практически только в японских брендах, в европейских брендах не встречался, в чем его ценность. Эта кислота была открыта в 70-х годах прошлого столетия, и ее актуальность именно для косметических средств, ее ценность, в том, что полиглютаминовая кислота в несколько раз, в 4-5 раз увеличивает влагоудерживающие свойства гиалуроновой кислоты, поэтому вот эта пара, этот дуэт гиалуроновая кислота плюс полиглютаминовая кислота обеспечивает очень интенсивную и глубокую гидротацию. Другой ценный компонент запатентованный – это компонент гиалуроновой репе, который также называют компонент, который оказывает эффект второй кожи, и есть сравнение, вот на данных фото приведено сравнение состояния кожи после просто применения гиалуроновой кислоты топического нанесения и после применения гиалуропея. То есть этот комплекс, он обеспечивает еще более глубокую гидротацию, то есть еще один компонент, который отвечает за выдающуюся гидротацию. Еще и еще один компонент, которого эффекты по удержанию влаги, которого сравнимы с гиалуроновой кислотой, это запатентованный компонент гиалурон, который представляет собой полисахарид из нежного гриба. Исследования показывают, что его еще называют серебряное ушко, что этот компонент обеспечивает глубокое увлажнение. Поэтому такой вот лосьон, еще раз повторюсь, хотя зима не является периодом для применения лосьонов, но тем не менее в любом случае под крем нам необходимо что-то наносить, и вот такой лосьон-концентрат будет очень актуален. Еще один лосьон. Можно сказать, что это новинка, обновленная новинка, новинка из обновленной серии Ultimate. Мы достаточно долго ждали обновления данной серии. В новые формулы усовершенствованы тем, что, во-первых, текстура стала более приятной и обеспечивает лучшее проникновение. Также был введен формулы витамин Е и фосфолипиды. Состав этого лосьона, опять-таки, тоже лаконичный, но высокой концентрации и пропорции обеспечивают очень хорошие эффекты. По своему ей текстуре данный лосьон еще более маслянистый. Он за счет такой текстуры также очень экономно расходуется. И именно его актуально делает применение зимой. Наличие фосфолипидов. Как я уже сказала, зимой мы должны думать о сохранении барьерных функций кожи особенно тщательно. И наличие фосфолипидов для укрепления липидного барьера очень актуально. Данный лосьон нормализует обменные процессы в клетках. Он активизирует регенерацию, что тоже очень актуально в этот сезон. И в целом он может выступать транспортом для проведения средств последующего косметического ухода. Обеспечивает доставку пептидов в глубокие слои кожи. Еще одно средство, которое тоже отличается лаконичным составом, но при этом очень эффективно, это сыворотка-концентрат гаммафорс для восстановления кожи. Почему гаммафорс? Это источник в больших количествах гамма-линоленовой кислоты, которая очень хорошо работает при нарушении, при состояниях кожи, характеризующихся серьезным повреждением ее барьерных функций. И даже вплоть до состояния кожи при атопическом дерматите, экземе, псориазе, то есть даже при таких серьезных заболеваниях это может быть дополнительным вспомогательным средством для облегчения состояния кожи. То есть любые прекрасно устраняют раздражение, сухость, шелушение, даже какие-то легкие потрескивания. Тут содержится гидролизат плаценты в очень высокой концентрации. Если взять всю линейку GHC, то процент содержания экстракта плаценты в данном средстве на втором месте после другого средства сыворотки концентрата 3 мл на 5. Тоже известное средство. Сегодня я не буду подробно на нем устанавливаться, но вот такой главный дуэт экстракта плаценты в высокой концентрации плюс гамма-линоленовая кислота, источником которой в данном случае является масло инотеры, обеспечивает очень мощный восстанавливающий регенерационный эффект. При этом текстура для такого средства достаточно легкая. Его нельзя назвать кремом. Что-то среднее, тоже маслянистое по своей текстуре. Помимо масла инотеры содержится масло бергамота. Очень приятное, а также экономно расходующееся, прекрасно распределяющееся. И такой эффект шелковой кожи. То, что нужно зимой для сохранения запаса влаги. И при этом текстура подходит для зимы, то есть не является слишком жидкой. Также хорошо работает для снятия воспалений и в целом для улучшения состояния кожи в постакне. Еще два крема из линии марки GHC я хочу вам рассказать. Первый – это в целом все-таки правило для зимы остается тем же, что текстуры кремов, применяемых, более плотные. Гелевые текстуры, за редким исключением, они не актуальны, потому что в условиях холодного ветра, холодных температур, они могут, если мы их применяем днем, они могут, наоборот, нам повредить, потому что гелий – это средство на водной основе. Поэтому нам нужны более плотные текстуры. И сюда прекрасно подходит крем-биокорректор для интенсивного омоложения из тоже розовой линии. Крем GHC. Он идет, что удобно, с удобным вазатором. У него текстура, поскольку это уже крем, если мы сравниваем с предыдущими средствами, она более плотная, но при этом, если кожа боится плотных текстур, склонна к забиванию пор, этот крем, он такой соблюдает баланс в смысле текстуры. Он не является слишком тяжелым. Текстура очень бархатистая, невероятно приятная, что тоже важно при самом нанесении средства. И мы говорим о том, что биокорректор, да, он помогает нам сохранить молодость кожи и обеспечить полноценный антивозрастной уход. Повышает плотность кожи, упругость ее, эластичность, потому что он нормализует естественную защитную систему клеток, восстанавливает поврежденные коллагеновый, эластиновые волокна. Помимо гидролизатора плаценты, крем содержит пептид, олигопептид 34, который характеризуется антиоксидантной активностью, а также нормализует мелангинез, то есть обеспечивает нам безупречно ровный, идеальный тон кожи, создает армирующий эффект, актуален для поддержания и формирования идеального овала лица за счет гиалуроновой кислоты, пологена и за счет, опять-таки, экстракта плаценты. В целом, это хорошее дневное средство для зимы, для того, чтобы защитить кожу в этот период и помочь исправиться с таким сезонным стрессом. Крем также содержит липиды. И еще один крем, тоже линия LNCE, о котором мы уже говорили, он в такой очень представительной баночке, напомняющей бриллиант. Это крем-репарант с увлажняющим эффектом. И помимо гидролизатора плаценты лошади и производных витамина С, он также содержит тоже запатентованный компонент Гилл РИП, о котором мы уже говорили, но также такие актуальные для сезона компоненты, как керамиды, это естественные физиологические липиды, составляющие липидного барьера кожи. И их применение очень актуально зимой, а также очень актуально еще раз по периоду реабилитации после травматичных процедур. Также витамин Е и масло подсолнечника, они тоже помогают сохранить барьерные функции кожи. Вот есть некоторые данные исследования, которые показывают, что после применения крема на основе данного конкретного производного витамина С, значительно ускоряется воспроизводство и обновление кератиноцитов. Это то, о чем мы говорили, что очень актуально зимой предотвращение излишнего утолщения рогового слоя. Этот крем помогает в этом. И благодаря его применению повышается содержание влаги в коже, восстанавливается эпидермальный барьер. И этот крем по текстуре своей более плотный, чем крем GHC. И в целом в основном его можно применять и утром и вечером, но даже по смыслу все регенерационные процессы наиболее интенсивно идут в период, когда мы спим ночью. поэтому его очень хорошо применять, особенно в зимний период на ночь, а также еще раз репарация, регенерация в период восстановления после любых каких-то травматизаций кожи. Для поврежденной кожи, раздраженной, с шелушением, с раздражением, когда нам нужно своей коже помочь ее восстановить и справиться с таким локальным стрессом. Это в основном все продукты, основные вернее продукты, которые рекомендуем из марки GHC на зимний период, по крайней мере, я рекомендую. Итак, первое это мыло с гликолевой кислотой для того, чтобы помочь кожи избавиться от отмерзших клеток рогового слоя, лосьоны для нанесения перед кремом, для лучшего обеспечения проникновения компонентов крема в глубокие слои кожи, сыворотка для интенсивного сыворотка концентра для интенсивного восстановления кожи, в том числе в каких-то очень острых состояниях шелушения, покраснения, раздражения. Такое одно из сосредств. И кремы GHC и крем линии LNC. Крем репарат. Что нам может, что особенно актуально хотела бы я отметить для зимы в марке BB. Очень кратко конкретно о самой марке. как я уже говорила, аффилирована с маркой с компанией GBP. И в этом ценность для нас, что применяется тот же метод молекулярного фракционирования, который обеспечивает максимальное содержание биологически активных веществ с одной стороны и с другой стороны абсолютную безопасность препаратов. в марке BB Laboratories применяется экстракт плаценты животного происхождения, экстракт плаценты свиньи. В 2017 году марка праздновала свое 20-летие. Концепция марки это ботаника плюс биология. Вот так наши японские партнеры это увидели. в данном случае под биологией понимается именно экстракт плаценты животного происхождения, а ботаника это растительные экстракты, очень широкий список, в том числе редких растительных экстрактов, плюс достижение инновационных японских технологий, это сохранение японских традиций, плюс японские инновации. И данная марка имеет более широкий ассортимент. Девиз марки в России в принципе отвечает отражает ее концепцию это счастье быть собой для всех, то есть ассортимент марки позволяет максимально учесть различные индивидуальные особенности кожи самых разных пациентов мужчин и женщин и разные ее состояния. Широкий ассортимент плюс возможность комбинации этого ассортимента позволяет делать уход максимально гибким, максимально индивидуальным. в марке более порядка 50 позиций всего, да, в основной уход для протоколов мы рекомендуем порядка 20, но давайте посмотрим на конкретные средства, которые мы рекомендуем именно зимой. в целом, во-первых, вне зависимости от сезона хочется сказать о двух центральных культовых позициях марки, с одной из которых марка собственно начиналась, во-первых, это экстракт плацента, с которого марка и начиналась в таком вот медицинского вида пузырьки, марка именно это такая iconic SKU, можно сказать культовый продукт бренда и также похожий продукт оранжевого цвета это гиалуроноластин коллагеновый экстракт. Экстракт плаценты тоже лаконичная формула высокой концентрации, главный как видно из названия компонент это собственный экстракт плаценты свиньи также он укреплен наличием такого компонента как экстракт гламомелиса который обеспечивает дополнительные регенерационные свойства и свойства успокаивать улучшать состояние раздраженной кожи. Дело в том что марка была создана в стенах государственной больницы и больница была для полицейских и это такая работа которая сопряжена с повышенным риском травмы в том числе и для кожи и активное заживление повышенная регенерация актуальны для такой аудитории и именно поэтому экстракт плаценты был создан как первый продукт марки и этот продукт мы можем рекомендовать всегда когда необходима экстренная повышенная регенерация кожи и помощь ей гиалуроново-ластиноколагеновый экстракт это представитель другой линии марки тут нет плаценты тут есть высокая концентрация гиалуроновая кислота разномолекулярного веса гидролиза телластина отела и отела коллаген этот экстракт помогает нам обеспечивать глубокую гидротацию кожи и помогает сохранить влагу в различных слоях кожи несмотря на то что это экстракт то есть это жидкая форма его он тоже достаточно немножечко плотный маслянистый нет у него такого излишнего растекания по коже он очень хорошо экономно распределяется и при этом достаточно быстро впитывается то есть проникает в более глубокие свои кожи не остаются излишне на поверхности комбинирование этих экстрактов может быть в утреннем и в дневном уходе дает очень хороший результат на самом деле вне зависимости от сезона можем сказать что это средство которое актуально всегда высококонцентрированные средства вначале мы говорили о зимнем уходе мы говорили о том что актуально работа помочь работе лимфатической системы помочь работе помочь нормальному процессу микроциркуляции крови в коже и такие средства поэтому актуальны зимой у нас есть такой вот гель эксфолиант гельский с гликолевой кислотой это средство и для лица и для тела для тела наверное оно более актуально как правило все таки в весенний и летний период хотя еще раз скажу что в идеале необходимо за этому виду ухода уделять время каждый день все сезоны но зимой его очень хорошо применять каждый день для лица при том что несмотря на то что это средство с гликолевой кислотой ее содержание таково что этот продукт можно и нужно применять каждый день даже для чувствительной кожи более тонкой кожи более сухой кожи он помогает обеспечить регулярное обновление клеток нормальное обновление клеток рогового слоя средство содержит три вида глины это американская зеленая глина элит мантмариланит это французская изумрудная глина каолин китайская фарфоровая глина такое сочетание обеспечивает глубокое очищение и при этом деликатное обеспечивается деликатная ацербация отмерших клеток кожи причем это актуально как для лица так для тела и даже для кожи головы при результате регулярного применения обеспечивается идеальная гладкость фарфоровая чистота эластичность кожи более ровный тон кожи применение данного средства актуально нанесение этого средства актуально производить такими легкими массажными движениями это поможет дополнительно стимулировать микроциркуляцию крови в коже что способствует активному питанию клеток он также ускоряет лимфоток если мы применяем его на теле устраняет отечность и в целом это прекрасное средство для ускорения и деликатного ускорения естественного обновления кожи очень актуально зимой именно для лица текстура средства в ней можно заметить такие красные капсулы частички это не есть это не это средство не является скрабом не является это не абсорбирующие частички это такие капсулы витамина Е которые при их раздавливании они высвобождают свое содержание такая текстура позволяет сохранить витамин Е и при нанесении обеспечить его более глубокое проникновение средство очень приятного запаха потому что содержит экстракт плодов маракуйи очень приятный фруктовый и при этом ненавязчивый запах также содержит гиуроновую кислоту витамин витамин Е как я уже сказала мы не то которое снимает отечность в том числе на лице и еще такая уникальность средства в том что несмотря на то что он содержит гликолевую кислоту его можно применять и нужно даже рекомендуется применять каждый день как я уже сказала лосьон на первый взгляд не являются первоочередными средствами для зимы но в условиях сухого воздухопомещения и в целом для зимы актуально поддержание pH-баланса кожи и ее регулярная гидротация для этого у нас есть такой лосьон термальный плацентарно гиуроновый он есть как в таком большом формате но на фотографии вы можете видеть его удобный формат который особенно актуален для офиса я сама всегда его имею под рукой в своей сумочке по аналогии с тем как регулярно многие люди применяют термальную воду то есть в условиях сухого воздуха офисов и нашего дома регулярная такая экстренная гидротация кожи очень удобно ее обеспечивать вот таким удобным форматом спреем который наносится на кожу средство содержит термальную воду из японского источника юмура японские термальные источники они называются ансенами это отдельная тема и гордость Японии они обеспечивают очень много полезных эффектов для кожи данная термальная вода является щелочной также это средство содержит экстракт плаценты гиуроновую кислоту уже три даже компонента беспрецедентные по своей ценности даже их одних было бы достаточно для того чтобы обеспечивать высокую эффективность средства но наши партнеры на этом не останавливаются и длинный список растительных компонентов и достаточно много цитрусовых это лимон апельсин лайм мандарин грейпфрут все эти средства они энергизируют кожу часто кожа зимой выглядит тусклой ей вот что называется клеткам не хватает энергии этот лосьон очень значительно улучшает внешний вид кожи и достаточно быстро именно она выглядит более свежей более менее скажем так уставшей менее тусклой плюс еще масло лаванды мяты то есть легкий такой охлаждающий эффект легкий такой аромат ментола витамин е очень богатое по своему составу средства которое помогает нам моментально увлажнить кожу поддержать ее нормализовать ее пиаш баланс а также благодаря содержанию плаценты и других компонентов оно уменьшает раздражение зуд уменьшает неприятные ощущения в том числе после пилингов и может улучшать состояние тоже при каких-то неприятных проявлениях легких дерматитах даже и также даже при псориазе очень удобно именно в своем маленьком формате тут я показываю большую бутылку да но выгоднее всего сначала купить маленький формат затем купить большой формат и переливать из большой бутылки в маленькую бутылочку спрей которую удобно всегда носить при себе и использовать в офисе еще одно средство с обманчивым названием это гель-крем плацентарно-гелуроновый для тела тем не менее мы считаем его очень актуальным не только для тела но и для лица благодаря тому что оно содержит экстракт плаценты помимо экстракта плаценты содержит низкомолекулярную гелуроновую кислоту экстракт водорослей имбиря оно опять-таки одно из средств которое прекрасно работает для улучшения микроциркуляции крови в коже то о чем мы говорили что зимой это очень актуально оно улучшает стимулирует кровоток способствует транспорту и усвоению компонентов как данного конкретного средства так и других средств компонентов других средств благодаря имбирю он прекрасно дает лифтинг эффект восстанавливает упругость эластичность кожи плюс интенсивное увлажнение низкомолекулярная гиалуроновая кислота в целом наносить его следует массажными движениями можно не смывать наносить на ночь в качестве ночного крема но наносить опять-таки для достижения большего эффекта рекомендуется массажными средствами в целом это такой лайфхак носить средства именно при этом делая легкий массаж это очень полезный бьюти лайфхак который стоит взять на вооружение приятный также аромат лимонграсса текстура крема вот такая средней плотности прекрасное скольжение и очень приятный аромат и скольжение обеспечивается достаточно длительное средство антистресс маска содержанием экстракта плаценты экстракт плаунаскального растения которые обладают выдающимися влагодерживающими свойствами также вода дамасской розы она актуальна тем что она прекрасно благоприятно воздействует на сосуды а нам их нужно в этот сезон укреплять и целое созвездие масел масла мирали масло листьев розмарина масло лаванды эти масла помимо того что они все оказывают смягчающие успокаивающие действия они повышают наши защитные функции барьерные функции кожи смягчают они благодаря своим естественным это не отдушки благодаря своим естественным ароматам они оказывают такой антистресс эффект нормализуют благотворно действуют на вегетативную нервную систему то есть это такое настоящее средство антистресс и также очень приятные текстуры благодаря экстракт плаценты плюс экстракт дрожжей дают прекрасное воздействие на тон кожи и текстура маски такова что ее просто не хочется снимать поэтому и это можно делать если мы ее наносим на ночь буквально через 20 минут после нанесения она 20-30 после нанесения она прекрасно впитывается и можно ложиться спать она не будет пачкать нашу подушку заслуженный хит который можно назвать антистресс для кожи то что такое прекрасное средство себя побаловать себя подарить себе и своей коже приятные ощущения зимой и еще одна маска красавицы ночная гель маска тоже невероятный хит невероятно приятные гелевые текстуры содержит также дамасскую розу масло дамасской розы но и вот я говорила о том что немножечко даже поблескивающая такая текстура легкая тоже невероятно приятная и она содержит липиды керамиды те еще раз физиологические составляющие нашего естественного барьера кожи интересно тоже в этой маске то что она содержит ферментированные лактобактерии это очень актуальный тренд современный в косметических продуктах маска поддерживает естественный микробиом кожи то есть естественное ее здоровье всю совокупность микроорганизмов и помогает естественных микроорганизмов которые должны быть на коже и то есть это косметика с пробиотиками по сути также масло лавады маска ремонтирует как бы поверхность кожи возвращает целостность гладкость можно в зависимости от типа кожи либо носить ее на ночь если мы чувствуем какой-то дискомфорт допустимый как вечернее средство которое можно перед непосредственно сном снять остатки средства салфеткой также благодаря содержанию кальмосинсина маска оказывает такой ботулино подобный эффект то есть миорелаксирующий эффект она предупреждает таким образом и устраняет мимические морщины очень популярное зимнее средство это масло с фитоэстрогеном по сути это коктейль из семи масел но при всем при том что это масло оно не является его текстурой не является внешне жирной и благодаря наличию даже определенного вида масел которые обладают противовоспалительным эффектом несмотря на то что это масло и у людей с жирной кожей есть предупреждение против предубеждения против таких текстур вот это масло можно применять даже для кожи склонной к воспалениям потому что отдельные виды масел они обладают противовоспалительным эффектом насколько я помню например масло иланг-иланга то есть Это настоящий коктейль из семи масел, заключенный в такую красивую, напоминающую рубин или рубин, капсулу, которую нужно разрезать ножницами, ну, некоторые удается ее и ломать. Такой капсула, она очень экономная, ее хватает не только на лицо, но и на шею. И, опять-таки, несмотря на то, что это масло, это прекрасно работает в сочетании с любым кремом. То есть, по сути, его применение можно сделать аналогичным, как применение сыворотки. Фитоэстрогены. Масло богато фитоэстрогенами. Мы знаем, что это гормоноподобные вещества, которые не являются гормонами, они вещества растительного происхождения, которые помогают продлению молодости нашей кожи, помогают ей справиться с дефицитом собственного эстрогена, который влияет отрицательно на состояние кожи. Масло активизирует процесс регенерации, обеспечивает необходимое увлажнение именно за счет того, что предотвращает трансапидермально излишнюю потерю влаги из кожи. Как я уже сказала, противовоспалительное действие, ранозаживляющее действие, укрепляет местный иммунитет и прекрасно сочетается с любым вашим кремом, дополняет, обогащает уход, помогает ему. И традиционно средства содержания масел актуальны, очень актуальны в зимнюю погоду, они помогают защитить глубокие слои кожи от вредного воздействия всех вредных факторов окружающей среды в этот период. Ветер, холод, мороз, любые перипетии непогоды. И вот один из таких кремов, которые прекрасно сочетаются с пианом маслом, это известный хит-крем С3Х. Ключевое, основной ключ успеха этого крема, фиолетового цвета, это императорский цвет в Японии, это экстракт плаценты. Плюс, опять-таки, фитоэстрогены, в том числе такие редкие и нетривиальные фитоэстрогены, не только соль тут содержится, но и фитоэстрогены, семян гороха, а также луковицы, беломканды, солодки. Все это обеспечивает очень мощный антивозрастной уход. Крем, текстура крема относительно плотная, наверное, один из самых плотных кремов в нашем ассортименте, поэтому очень актуален для более сухой, для более возрастной кожи. И если летом в более жаркое время года он может быть тяжеловат, зимой он прекрасно подходит очень многим пациентам, клиентам. Он восполняет возрастной дефицит активаторов естественных активаторов молодости, то есть эстрогеновый дефицит, выработка которых угасает с возрастом. Замедляет процессы старения, активизирует регенерацию благодаря экстракту плаценты и другим компонентам. Очень значительно визуально повышает упругость и эластичность кожи, улучшает, прекрасно улучшает барьерные функции кожи и особенно в сочетании в дуэте с маслом, о котором мы уже сказали. И еще раз повторю, что несмотря на то, что это масло, оно прекрасно впитывается и никакого не возникает диссонанса при последовательном нанесении данных средств. Единственное, забыла сказать, если говорить об этом масле и о ночной маске, вот это единственное сочетание, которое запрещено, скажем так. Их два средства, их текстуры и компонентные составы, они не сочетаются друг с другом, поэтому нивелируют эффекты друг к другу. Поэтому вот эти средства вдвоем применять не следует. Нужно следует применять их вот так. Либо применить масло с фитоэстрогенами, с другим средством, с другим актуальным кремом, который актуален для тех, кому даже зимой, например, мне все-таки слишком плотная текстура эстро-икса, можно выбрать другой крем из линии ВИБИ, это пептидный крем с лифтинг-эффектом, такой очень красивой оранжевой баночки. И его текстура, попробую на другой руке показать, чуть менее плотная, чем ее даже вот совсем почти не видно, потому что она, эта текстура менее плотная, но тем не менее она достаточна для зимы, особенно для кожи, которая даже зимой не любит плотных текстур, очень плохо на них реагирует, поры склонны к взбиванию. Непосредственно о составе, это средство из пептидно-геуроновой линии, в средствах этой линии нет экстракта плаценты, но там зато есть, как видно из названия, пептиды. Данный крем содержит в оптимальной концентрации два пептида, которые взаимодополняют действия друг друга, это 3-пептид-10-цитрулин и полименталин-3-пептид-5. Первый из них отвечает за интенсификацию собственной выработки коллагена, а второй отвечает за правильную сборку коллагеновых волокон, потому что это тоже важно для внешнего вида кожи, не только собственная выработка коллагена, но и правильная его сборка, для того, чтобы наша кожа выглядела действительно упругой и обеспечивался визуально видимый лифтинг-эффект. Помимо этого, средство содержит, опять-таки, гамма-линоленовую кислоту, экстракт энотеры, керамиды, опять-таки, очень хорошо для наших барьерных функций, поэтому очень актуально его применение зимой. Крем улучшает эластичность и упругость кожи, это такая проактивная борьба с первыми признаками старения, актуально его применение уже где-то примерно в зависимости от типа кожи, 30+, уменьшает выраженность купероза, укрепляет сосуды, тоже актуально зимой, интенсивно насыщает влагу, эластичность, естественная плотность кожи, и пептиды дают такой тоже немного похожий на миорелаксирующий бутерлиноподобный эффект. И на самом деле его тоже можно применять с маслом с фитоэстрогенами, такой будет очень интересный, полноценный антивозрастной уход с фитоэстрогенами и пептидами, то есть такой разносторонний, полный уход для борьбы со старением. Еще одно средство, которое немного странно на первый взгляд рекомендовать зимой, потому что это гелевое средство, а гелевые средства зимой действительно менее актуальны и в принципе, как правило, запрещается косметологам их применять зимой, потому что после их применения может возникать ощущение стянутости кожи, поскольку это средство на водной основе, но тем не менее это средство в отдельных случаях зимой могу рекомендовать, либо на ночь, либо если мы его применяем днем, его нужно обязательно чем-то закрыть. Это такой плацентарно-аминокислотный коктейль, флюид плацентарно-аминокислотный называется, с очень высоким содержанием, с одной стороны, экстракта плаценты 15%, и беспрецедентно с высоким содержанием аминокислот, это 8 аминокислот, и церебразиды. Все это работает на регенерацию, на восстановление естественного увлажняющего фактора кожи, потому что мы еще раз сказали, что на 40-48% или до 50% NMF, Nature and Mesturizing Factor, состоит из аминокислот и их метаболитов, поэтому такое топическое нанесение аминокислот, оно именно работает на сохранении, восстановлении естественного увлажняющего фактора, и это средство обеспечивает оптимальную гидротацию рогового слоя, максимально быстро компенсирует дефицит NMF, что тоже очень актуально, особенно в первое время, после того, как мы провели какую-то травматичную процедуру, когда нам нужно восстановить, экстренно восстановить гидротацию рогового слоя. Это средство прекрасно тоже работает в качестве соцсредства, когда возникает какая-то неприятная реакция, раздражение на мороз, на какие-то погодные именно реакции на погоду, сохраняет, укрепляет местный иммунитет, восстанавливает эпидермальный барьер, это антистресс средство, которое предохраняет, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, и экстракт плацента обеспечивает в высокой концентрации, обеспечивает мощную регенерацию. Поэтому вот такое исключение из правил гелевых средств, которые, тем не менее, можно применять зимой, но обязательно, то есть лучше вечером, после того, как мы пришли уже с улицы, либо, если мы все-таки наносим его днем, его обязательно нужно закрыть чем-то с более плотной, более маслянистой текстурой. У нас осталось, собственно, три средства. Но, конечно же, зимой невозможно не говорить о том, что нужно особенно ухаживать за хожей, потому что хоть мы не носим перчатки, но это происходит не прямо все время, поэтому обязательно нужно регулярно применять крем для рук с умом, которые помогут нам обеспечить правильный зимний уход. Наверное, чуть более актуально, благодаря своей текстуре, у нас в ассортименте два крема для рук, крем-протектор для рук плацентарно-гиалуроновый и крем с фитоэстрогенами, крем-влажняющий с фитоэстрогенами. Текстура, наверное, для зимы чуть более подходящая, плотная у крема-протектора. Очень плотная текстура, несмотря на то, что содержит гиалуроновую кислоту, но другие компоненты, в том числе, в частности, органовое масло, они обеспечивают беспрецедентные защитные барьерные функции. И этот крем можно также называть витаминным. Содержит витамины А, С, Е, Д. Этот крем помогает восстановить кожу руками, если у нас уже какое-то шелушение или реакция, то, что называли раньше цыпками на коже, возникает, оказывает смягчающее действие и способствует обновлению кожи. Тем не менее, крем, увлажняющий с фитоэстрогенами, он чуть менее плотный, но тем не менее, он тоже достаточно плотный для применения зимой. И тут отличительная особенность, помимо плаценты, содержит тоже комплекс фитоэстрогенов, которые обеспечивают молодость кожи. То есть, если говорить об антивозрастном эффекте, то, наверное, чуть более, вот этот крем оказывает его чуть в большей степени, если можно так сказать. Он восстанавливает барьерные функции кожи, предотвращает также потерю влаги и шелушения и способствует обновлению клеток. И оба крема, они профилактируют гиперпигментацию, в том числе и возрастную гиперпигментацию, которая часто, в первую очередь, проявляется на руках. И последнее средство, конечно же, тоже, что актуально зимой. Это уход за кубами. И мы часто применяем, все время наносим на губы различные бальзамы, кремы, жирные, на масляной основе. Но почему-то это не помогает, потому что нужен более фундаментальный подход, более глубокий подход. Кожа губ, она не содержит сальных желез, ее кератиновые слои более тонкие, то есть, поэтому она всегда страдает повышенной сухостью, если сравнить с остальными зонами лица. Повышенная сухостью, склонна к шелушению, особенно зимой нужно ее повышенно, обеспечивать ей повышенную защиту. И вот наша сыворотка для губ, она по текстуре, она даже больше похожа на такой плотный, немножечко тянущий бальзам. Она обеспечивает фундаментальную защиту, глубокое увлажнение и питание губ. Помимо гиалуроновой кислоты, она содержит и меда, масло какао, масло жажаба, она содержит также еще и пептид. То есть, это такой серьезный антивозрастной уход за губами, который является, скажем, более фундаментальным, чем применение каких-то более демократичных бальзамов или привычных нам бальзамов для губ. Сыворотка повышает эластичность и естественную плотность кожи, в том числе благодаря содержанию пептида, сокращает морщины, придает, восстанавливает естественный объем и здоровый блеск. И все это помогает нам при нанесении декоративной косметики, помады. Очень советую ввести это в свой уход, и вы обязательно заметите разницу по сравнению с применением обычных средств для губ. Ну, собственно, это все. Единственное, хочется быстро, вкратце напомнить, о каких средствах мы говорили именно, говоря о марке BP Laboratories. Во-первых, призываю запомнить, взять себе на заметку два, такие, два, две основы бренда, экстракт плаценты и экстракт гиалуроновый ластин коллагеновый, взять их как средство интенсивного ухода. Для улучшения микроциркуляции крови в коже в зимний период актуально каждый день применять эксфолиант гель с гликолевой кислотой. Для регулярного повседневного увлажнения каждый день в офисе или в принципе в помещении лосьон плацентарно-гиалуроновый не в таком виде, а в виде в таком более удобном формате спрея небольшого. Далее масло с фитоэстрогенами обеспечивает коктейль из семи масел. Рекомендуемо применять с тем или иным кремом, либо с пептидным кремом, либо с более плотным, обладающим ярко выраженным антивозрастным действием кремом Астроикс. Это будет тогда такой фитоэстрогеновый удар. Средство исключения – это средство гелевой основы флюид аминокислотный с высоким содержанием аминокислот и экстракта плаценты. Маски для антистресса, для укрепления барьерных функций кожи. Крем-маска увлажняющая и ночная маска, гель-маска, маска ночной, маска спящей красавицы. Еще одно средство для улучшения микроциркуляции крови в коже – массажный крем, который можно применять в качестве обычного крема. Ну и руки, губы – это то, что зимой всегда актуально и необходимо применять регулярно на ежедневной основе. Надеюсь, это было полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, ультравлажняющий лосин, мой самый любимый лосин Татьяна, это очень приятно слышать. Действительно, благодаря своему составу очень интенсивную гидротацию обеспечивает лосьон. Есть ли у вас какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Ну что же, вопросов нет. Вы всегда можете свои вопросы задать по почте. Наши контакты указаны ниже. Хорошего вам оставшегося зимнего сезона. Заботьтесь о вашей коже, о коже ваших пациентов и клиентов. И тогда зимнее время нас будет радовать радовать и радовать нашу кожу. Спасибо.